Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер GTA 5. Всё как всегда. И как вы поняли по названию и по превью ролика, сегодня я вам солью АХК бота на рыбалку. Так что я тебе желаю приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Перед началом хотел сказать вам большое-большое спасибо за актив под предыдущими двумя сериями по АХК скриптам, АХК ботам. На одной вы набрали 2000 просмотров, на одной 1000. А там за 100, в одной там 150 или 200 лайков. Второй 100-ка почти набралась, за это вам тоже большое спасибо. Также давайте скажем большое спасибо Саньку Инспектору, который слил уже третьего бота специально для вас. Этого бота на рыбалку почти у никого нет, теперь будет у всех с помощью меня. Так что я думаю, надо от этого ролика обязательно поддержать лайком и написать комментарий. Работает у вас или не работает? Должен работать 100%. Ну в принципе, лирическое вступление вот такое. Как мы построим дальнейший видос? Это первое я вам покажу, как установить. Потом покажу реальный пример, как он работает именно на сервере. И расскажу там некие недочеты, какие происходят на сервере. Так что все, я желаю тебе приятного просмотра. А начнем мы именно с установки этого скрипта. Поехали. Если ты досмотрел до этого момента, я тебя приветствую на этапе установки бота. Собственно, что нам нужно? Первое, это нам нужно установить саму программу AutoHotKey. Что мы делаем? Мы заходим в Google, пишем AutoHotKey. Заходим на первую ссылочку. Обязательно. Нажимаем Download. Нажимаем Download Current Version. Сразу хотел бы сказать, если вы установили еще AutoHotKey той версии еще с предыдущих роликов, тогда переустановите, потому что та версия была 11.33.09, а это 11.33.10. Короче, это новее, у меня самого не работал этот бот. Я переустановил версию AutoHotKey и все заработало. Мы нажимаем Download Current Version. Там выбираем папочку при установке. Думаю, это все устанавливают. Это типа несложно, вот. И все. Потом заходим по ссылочке в описании на Google Дис. Не переживайте, вирусов нет. У вас появится вот такая вот папочка с двумя файликами. Они должны обязательно быть в папочке на любом месте, где вам удобно, вот. Мы нажимаем FishBot. Мы нажимаем правой кнопкой мыши запустить, так и не менее, администратора. Потом подтверждаем, нажимаем Да. Вас не видно, потому что у меня два монитора и записывайте сейчас второй монитор, а не первый. Я не знаю, как это изменить в ShadowPlay. Вот. Мы нажимаем Да. Если нам раньше в старом боте нужно было выбирать приложение, то этот автоходкей, он сразу открывает Team приложение. Вот. И справа внизу возле времени, вот здесь возле времени, у вас появится зеленая буква H. Вернее, на зеленом фоне белая. И откроется вот такое вот меню, что бот запущен. Все. Теперь мы можем спокойно заходить на сервер и пользоваться ботом. Чтобы его запустить, мы нажимаем Home. Чтобы его выключить, мы нажимаем End. Все. Две клавиши, не на нампаде. Выше стрелочек. Все, как вы любите. Я думаю, всем понятно. Поэтому мы перемещаемся на сервер. А, и забыл сказать, что этот бот только работает, как и прошлое, только на расширение Full HD. То есть 1920 на 1080 пикселей. Вот. Все. Теперь все сказал. Теперь мы перемещаемся в игру. Еще номер было нам нужно купить, получается. Наживку. Хлеб с медом. Хлеб с медом. Ну, смотри, допустим, на полную в андору, да, на где-то 150. Тысяч? Штук. Подожди, ну, мне по 10, это получается, ну, 80, да, не, подожди, больше, 100 штук. Тебе на сервер? А, подожди, я по привычке, одна наживка, одна рыба, понял, а здесь же, по сколько, по 4, да? По 10. По 10. Ну, я куплю сколько, ну. А, подожди, на одну наживку с берега ловится под две рыбы, сладки полотки. А, не хера, а? Ну, короче, штуки, 5 куплю, я думаю, мне хватит. Ну, нет, я на штуку все равно 150 на ванду, на сервере, если сбери голове. Да бери, боже, они там дешевые, запасы будут. А что, кстати, бабки не отнимаются? А что здесь? Там спишется. А, во. А понял, а если накопить, накопить и не выходить, а сразу просто выйти из серва? Бабки снимутся? Думаю, да. А прикол не снимутся? Как тут задержки идут с банкоматами, с валютой? С лодки будешь ловить? Аренда лодок, да, ну поехали на лодку. Сначала нам надо карты купить. Короче, с лодки выгоднее, чем с этого, с земли, да? С пирса. Ну да, с лодки по 8, а с пирса по 2. А если на гидроцикле? У нас гидроцикл там вообще бред, да. А еще есть какие-то места там, где выгоднее ловить, и нет? Вот, покупай карт. 5000 купил. Так, а отказаться, вы приобрели баллонную карту, откройте меню. И решила, смотрите, скопление и прибыль. Джерни, в озере. А, вот, все. А типа мы можем взять лодку и озеро, типа заплыть. Да. Ну, неудобно. Ну, короче, вон там подъехали, да, вверх там. А, аренда яхт, то есть я, разница по местам? А яхта 7,5-5 минут стоит, а лодка 3 тысячи 5 минут. Ну, да. А, по местам чего? В лодке 75, в яхте 250. Так, надо было записать, что по затратам там уже вышло. По затратам херня выходит. 50 тысяч. Это наживка, карта и лодка на час. А там, получается, каждый 5 минут снимает или сразу там на час оформлены и все? Каждые 5 минут. Ага. Значит, разновидностей нет, по факту. Так, бросить якорь. О, все. Теперь смотри, установись где-то в передней части, чтобы, ну, где-то так, чтобы у тебя было вверхет. Открыть контейнер. А, открыть контейнер, вижу. Ну, все, все, врубай. А, то есть 75 мест? Так, подожди, на что врубать? На хом врубить, а имплорубить. Блин, какой кейс. Кторый у тебя висит один. Че, открыть? Зачем тебе этот гелик надо? Действительно. А, давай, открою. Опять тысяч выпадет, опять восьмой раз или какой-то там девятый. Моим друзьям выпадает там, одному лям выпало, одному 150 тысяч раза два. Я такой, а мне опять тысяч всегда просто. Ну, мне три раза по ляму падало. Привет, еще раз. Поймало. О, открыло. Во, фулл забито, пошла, 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 все. Подожди, чтобы оно сложило и опять закинуло. Да, я не буду каркать. Пока что все нормально. Так. О, все, рабочая схема. Вот, у меня на третий раз тоже не вылезал какой-то хуй. Блядь, вот оно. Ладно бы еще там, типа, серв, досель, либо много игроков было, либо еще что-то. Сейчас 200 человек, сервер особо не нагружен. Тем более здесь никого нет. Ну, например, на шестом нету буквы Е. Во, у меня сейчас тоже застыло. Бля, я взяла, взяла на каркер. Короче. А понял, оно, оно это внизу пишите. Тем более, что вот это вся. Должно на экране писать. Ты что? Пять раз справа. Подожмите здесь, чтобы поймать. Вот. Постояло, я ничего не нажал. Ну, вот, у меня тоже такая же понятная. А что за прикол, блядь? Я не думаю, что ты скриптами, типа. Не, так что скрипт. Ты что, скрипту нету в картинке, блядь, это. Нажмите ей вот. Ну, да, да, вот это. Просто появляется. Короче, сервер. Говно. Слип, тут добавь, может тут добавить еще слип. Может, они специально так сделали, чтобы бот вырубался. Хотя, нет, это бред. Если бы они хотели, чтобы бот, ботами не пользовались, то они бы сделали капчу. Ну, я знаю. Или бы еще что-то. Бот переписать на эту ежку, блядь. Подожди, а она, типа, ожидает вот этой картинки, да? Все время. Угу. А можно, типа, написать, типа, if else, если там, ну, сделать. Если не появилась картинка, то еще раз нажать E, типа. Ну, ты когда, вот, допустим, закинул, у тебя картинка не появилась, ты можешь вытащить, закинуть, он будет дальше лыть. Не, ну, чтобы автоматически, понял? Там поставить ему, ему там, ему там, ну, сколько? Ну, секунд сколько? 25 нужно, да, где-то? 30. Тебе поставить, если там через 30 секунд не появится, то еще раз нажать E, типа, можно же так сделать? Как вы видите, у меня все прекрасно работает. Если у вас почему-то бот не работает, я это продублирую в комментариях, либо в описании. Вот, у вас может быть первая, устаревшая версия AutoHotKey. Если вы установили еще первую версию AutoHotKeyа, из моего первого ролика, вы установите новую версию, потому что у меня старая тоже не работала. Вот. Заходим на сайт, выбираем Current Version. Ну, это вы все видели, вот. Второе, это скрипт не запущен от имени администратора. Хотя я раньше запускал не от имени, все работало, но лучше запускайте от имени администратора. В игре вы должны установить полный экранный режим и расширение Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Четвертое, это нужно лутать только на крыше авто, либо лодке. И пятое, как мне подсказывали подписчики в комментариях, это вам нужно включить английскую раскладку клавиатуры. Иногда у половины пацанов из-за этого чисто бот не работал. Все. В принципе, какие недочеты этого бота? Недочетов нет, все работает хорошо. Самый главный прикол этого бота в том, что сейчас после обновления CCD, когда должно стать хорошо, произошла какая-то дичь, и как вы видели, просто не появлялась иконка на экране нажмите Е, чтобы словить рыбу. Из-за этого вам просто нужно нажать Е, переставить бота и опять ловить рыбу. Из-за этого ты особо далеко не уйдешь. Но, когда обновления не было, это работало все за шибись. Я надеюсь, следующим обновлением они это уберут и пофиксят. Я вряд ли думаю, что это специально они сделали, чтобы не пользовались АХК. Если бы они хотели, они бы сделали, просто чтобы вам нужно было двигаться, там, хотя бы раз в 2-3 минуты, вот. Либо, чтобы выводили камчу. Поэтому, я думаю, это что-то CCD, что они что-то намудрили, и что-то уже перестало работать. Одно чинят, другое ломают. В принципе, пацаны, там все. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Давайте его поддержим максимально лайком. Подпишемся на канал. Давайте к концу сентября хотя бы соберем 3000 подписчиков. Я был бы вам очень благодарен. Там осталось всего лишь каких-то 88 подписчиков. Давайте, я знаю, что вы сможете. Нажмите лайк, напишите комментарий, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Я буду вам очень благодарен. Нажмите колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и не пропускать их никогда. Ну, с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. Хорошей ловли рыбы. И всем пока-пока.